Тема нашего сегодняшнего эфира это графический дизайн и мошен дизайн как отрасль в цифровой индустрии. Как сейчас в целом развивается эта креативная индустрия, индустрия дизайна, графического дизайна? Я знаю, что сейчас очень много отраслей появилось. Иллюстрация, мошен дизайн, комиксы, скетчинг, диджитал арт. И как вообще это все выглядит? Из чего начинка состоит? Или это не все начинка? Много направлений из одного течения. Короче, это все графика. Бишкекины развиваются очень хорошо. В плане очень много идет разных инициатив. Команды какие-то собираются, там что-то делают. Какие-то агентства открываются, там делают брендинг или еще что-то. Работают над SMM, над качеством продукта. Вот. Если о хорошем говорить, то хорошо, что это у нас вообще развивается хоть как-то. Мне кажется, у нас довольно хорошо это все производится. У нас много дизайнов, очень много курсов. Да, но они в сложном доступе для вообще этого. Ну, то есть у нас, если есть классный дизайн, то он не везде. Все почему-то берутся за дизайн, только потому что они хотят легкие деньги. Почему-то им кажется, что это легко. Легко. А дизайн это, на самом деле, сложно. Ну, это должна быть работа. Да. Интересно, как вы сами купали оба в эту индустрию, то есть вы рисовали с детства или вы просто в один день увидели какой-то очень классный постер. Окей, ну, это такой классический троп, наверное, среди многих художников, когда их об этом спрашивают, они говорят, ну, я рисовал с детства. Ну, по факту, да, тоже рисовал с детства, но именно так осознанно, направленно работать над рисованием, над иллюстрацией я начал лет пять назад. Над иллюстрацией цифровой или вот прямо на бумаге? В принципе, вообще. Потому что к цифре я уже пришел чуть позже, потому что узнал, что возможности гораздо больше, это в какой-то мере дешевле, чем, наверное, и проще освоить, чем некоторые традиционные медиа, потому что в цифре у тебя просто есть все под рукой. Традиционные медиа-то как? Ну, я подразумеваю то, что, допустим, краски, масло, гуашь. А, традиционный способ рисования, когда ты берешь краску, рисуешь по бумаге. Да-да-да. Вот, и в цифре это гораздо более доступнее, и у тебя очень много инструментов под рукой и очень много программ, там, фотошоп, иллюстратор, TripStudio Paint, скетч. Просто можно на планшете рисовать, на телефоне рисовать, на компьютере. Вот, и, так, мне кажется, немножко отошел куда-то и так далее. А ты сам на чем работаешь? Сам? Я работаю на графическом планшете. Вот, практически 80% того, что я рисую, я рисую на графическом планшете, да. А также на бумаге просто как для саморазвития. Мне кажется, все дети рисуют в детстве. Типа, каждый ребенок дома такой сидит, калякает, ему нравится творчество. Я не думала, что вообще рисование — это что-то такое, типа, крутое. У меня были где-то в мечтах грезы, да, типа, вот, стать, там, художником в Walt Disney или, там, в Pixar. Но это были такие грезы, и я не верила. Я даже не могла подумать, что в Крымстане или вообще в Средней Азии есть такое место, когда я могла бы поехать и там работать. Поэтому я просто поступила на психолога, потому что это была вторая сфера, которая мне нравилась. Вот, потом закончила на психолога, я потом не рисовала вообще. Четыре года в универе. Потом у меня произошли... А, нет, у меня за это время, за студенческое время дофига что произошло, и в конце жизни мне преподала урок. И я сейчас вот, точнее, два года назад я это поняла, и оказалась здесь. Я за два года, типа, научилась нормально рисовать. А какие главные такие вот прям отличия, может быть, ты можешь назвать между графическим дизайном, вот именно цифровым артом, и когда, например, ты рисуешь на бумаге, насколько эти вещи взаимосвязаны? Я просто почему спрашиваю? Мне просто интересно, если я, например, человек, который умеет рисовать на бумаге, который там чувствует формы, объёмы, который может нарисовать там базы на столе, да, и круг, треугольник на столе, конус, то насколько велики будут мои шансы к тому, чтобы я могла освоить, например, цифровой инструмент? Насколько карандаш от планшета может отличаться? Там вопрос только в привыкании. Это займёт там максимум неделя, это вот прям вот самый прям капец. А так несколько дней, и всё. Пару видосиков в Ютубе, и всё, ты можешь пользоваться планшетом. Нужно просто освоить те инструменты, которые есть на компьютере, а дальше уже, по своим ощущениям, это то, что ты сказала, то, что у тебя есть навыки понимания композиции, формы, все дела, и ты можешь это просто применить, допустим, в том же иллюстраторе. Ага. Давайте, чтобы было, может быть, интереснее, назовёте для наших зрителей, может быть, по своей топ-3 инструмента. Жизнь — это карандаш и бумага. Там не надо ничего мутить. Если у вас есть желание, то можно и углём порисовать. Углём на лице. Короче, да, у меня это Procreate и Photoshop. Я пользуюсь детьми, да, Procreate, он у меня на планшете. Я потом покажу, что на лице. И второе — это Photoshop, он на компе. А у тебя? Ага. Ну, как бы я не зря сказала, карандаш и бумага — это вот просто... Если ты сможешь делать годноту с карандашом на бумаге, то ты автоматически сможешь сделать то же самое и на чём угодно. Ага. Вот, а потом второе. Ну, я рисую на программе Clip Studio Paint. Это, получается, программа, которая была создана для того, чтобы рисовать манго. И там довольно очень удобный инструментарий. Я ей пользуюсь. И третий, наверное, графический планшет. Просто любой. Если, например, я начну использовать цифровые инструменты, я начну рисовать, как быстро я смогу, например, зарабатывать? В общем, можно ли заработать и сколько можно заработать? Я сейчас не спрашиваю про ваши доходы, я имею в виду вообще в целом, например, средние какие-то цифры по миру или по стране. Короче, то есть можно зарабатывать столько, сколько у тебя хороший скилл. Короче, это зависит от опыта немножко. Насколько ты сможешь продать свой скилл. Да. Вот. И здесь я уже немножко... Если, допустим, человек новенький, то ему нужно оценить свои возможности и эти возможности так скомпоновать, чтобы можно было это продать. Не обязательно иметь супервысокий скилл, супервысокий уровень, чтобы начать на этом зарабатывать. То есть, допустим, есть те же сайты типа Fiverr, еще, наверное, подобная платформа есть, где просто различные художники и различные дизайнеры выставляют какие-то свои работы, показывают. Вот я делаю какое-то, такое-то, такое-то по такой-то цене. Вот я просто ради интереса заглядывал туда и смотрю, там очень простые иллюстрации. Вот буквально взяли фотографию, сделали... Сверху обводку, что-то вроде такого? Да, и там... И продают там по 50 баксов. Вот и там смотришь, сколько заказывали, там по 200-300 человек заказывают. Смотри, удивляюсь. Потому что в Бишкеке, скажем, у нас много способных дизайнеров, очень много студий, но очень сложно... Как это сказать? Заставить людей покупать этот дизайн. То есть, чтобы заказали это. Прям, да. Этого всегда сложно. Они, заказчики, они всегда думают, что то, что они не могут потрогать, за это не стоит много платить. То есть для них дизайн, вообще брендинг или что-то вроде этого, или иллюстрации, или продукт для маркетинга, для них это более такое... Та сфера, в которую они особо не вкладываются. Хотя наоборот, типа мы такие, подумайте, это психология. Это немножко, вообще-то, делает атмосферу вашего проекта или компании. Поэтому каждый раз, когда к нам приходят, мы всегда консультируем. Неважно, что заказывают, просто консультируем. А что еще в Тарт есть? Вообще, какие направления сейчас у вас есть в Тарт? Вот помимо, например, каких-то базовых начальных консультаций? Короче, у нас есть брендинг, айдентика полностью, создание фирменного стиля, анимация, то есть это моушн-дизайн. У нас могут заказать анимационные ролики, инфографика, мультфильм небольшой, такой вот комикс. Я не знаю, насколько можно сравнивать, например, развитие этой творческой индустрии у нас, например, в стране и с пространством СНГ, или, например, с западными рынками. Но я так понимаю, что вот эта вот ниша иллюстрирования и создание персонажей, по крайней мере, в Бишкеке, это в новинку. Так есть. Вы первопроходцы? Ну, почему? Есть, конечно, люди, которые до нас это делали, но они просто в одиночку шли. Вы собрали этих людей вместе. Да, мы за комьюнити. Я пробовал заниматься и графическим дизайном, и моушн-дизайном, и иллюстрацией. И так сложилось то, что моушн-дизайном мне особо не понравилось заниматься, а графическим дизайном мне особо тоже так не прет. Мне заказывали логотипы, но я такой... А вот, допустим, иллюстрация, там, человеческие фигуры, какое-то движение, какой-то сюжет рисовать, вот, если мне это предложат, я вот хоть забесплатно нарисую. Вообще такая история была, то что когда мне подарили графический планшет, я сел в первый же вечер порисовать... Я сел рисовать, и просто мне ничего не перло, и мне ничего не нравилось, потому что не получалось, и я просто его на год забросил. Он просто мне год лежал, поделился на полке, а потом, спустя время, видимо, я как-то понабрался какого-то опыта, какого-то понимания о том, как нужно рисовать, чем-то пользоваться. Понабрал какую-то, не знаю, визуальную библиотеку в своей голове, смотрел на то, что мне нравится, смотрел на интересные фильмы, книги. Ну что ты смотрел? А? Ну что ты смотрел? Ну что, что тебе нравится? Да, ну то, что мне нравится, то, что... И это все как-то в моей голове, наверное, скомпоновалось и сформировалось то, что я смог применять это на практике с этими инструментами. Если, например, сейчас определить самые главные три сферы, откуда можно подпитываться, ну то есть три ваших источника вдохновения для художников. Инстаграм. Инстаграм? Время? Фига у тебя. Не знаю, я подписан на многих классных художников, и когда я не знаю, что нарисовать, я просто смотрю на то, как они рисуют, и думаю, блин, надо что-то такое сделать. А у тебя бы, что тебя вдохнули? Мне тоже инстаграм, но мне нравятся только конкретно какие-то авторы. Мне нравятся, блин, сейчас скажу, мультфильмы, всегда какие-то произведения, пинтерест. Это я собираю доски, типа, это, короче, на Новый год, когда я захочу что-то нарисовать. Это для детских иллюстраций. А это, короче, немножко концерт-дизайн. И вот так вот на разные эти темы. Если подводить к такому вот итогу, то что можно посоветовать молодым начинающим художникам, ну, то есть графическим художникам, дизайнерам, вот какие-то, я не знаю, ваши, например, один совет для тех, кто сейчас хочет пойти в цифровую индустрию и осваивать навык? Понятно, давайте начнешь. Да, надо просто рисовать. Короче, смотрите, если вам нравится творчество, вам нужно фигачить, то берете карандаш, листочек и рисуете. Пробовать себе в этом, пробовать в иллюстрации, в дизайн пробовать, смотреть, искать, получается, людей, которые уже этим успешно занимаются и изучать их, пытаться, не знаю, в какой-то мере копировать их стиль, чтобы понять, как именно они работают. Вот и дальше. Отлично, классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова